Утро под серебряным дождем У нас лично у них ведущих тема сна Вместе с Романом Бузуновым Врачом-сомнологом, доктором медицинских наук Профессором, заслуженным врачом Российской Федерации Обсудим проблемы со сном современного человека Может быть развенчаем или подтвердим теорию просов и жаворонков Вот об этом всем сегодня в 8 часов утра Не зеваем, уважаемые дамы и господа Это действительно заразно В 9 часов философская среда Наступит в студии «Серебряного дождя» Вместе с Антоном Кузнецовым, кандидатом философских наук Поговорим сегодня о теории справедливости «Роллзад» О, хорошая тема Интересненько В 10 Виктор Кириллович Набытов вместе с Евгением Надоршиным Продолжит информационно-экономическое в данном случае вещание «Серебряного дождя» Они обсудят, что у нас там со ставочкой будет И как с валютой хранить, покупать, нести ли в банк или в банке Тут уже... Это интересно, кстати Да В 11 часов мюзики из нюанса Сейчас легкой электронной музыки за час до полудня Слушай, плюс 7903, 7976, 333 Сразу озвучу координаты этой студии Начнем с новостей Самое главное, что сегодняшнего дня И по 24 августа жители столицы смогут наблюдать звездопад Персеиды Частоско хорошо это звучит Пик наступит 12 августа в 23.00 примерно В это время можно будет увидеть наибольшее число метеоров До 110 в час, обещают ученые Значит, сразу же загадываем, готовим желание Как только видим падающую звезду, вы знаете, что нужно делать Да, ну вообще август как раз звездный месяц Благодаря этому и можно насмотреться Главное, чтобы желания исполнялись, мы верили в это Увидишь падающую звезду Ну хорошо, даже верить в это, мне кажется, так хорошо Как-то это поддерживать Ну это и красиво, я вот в прошлом году Правда насмотрелась на падающие звезды Что-нибудь сбылось, ты загадывала что-нибудь? Я загадывала, но я не помню, честно говоря Сбылось ли то, что я загадывала? Наверное, частично что-то сбылось Ладно, очень хорошая и важная новость Ученые создали препарат, который на 100% Защищает людей от ВИЧ-инфекции Это действительно важная информация Впервые в мире предотвращает он размножение вируса в организме То есть вирус иммунодефицита человека Мы, судя по всему, в ближайшее время с ним можем попрощаться Да, финальная стадия испытаний вот этого препарата Уже пройдена, инъекция, которую делали дважды в год На 100% защищала испытуемых женщин К концу этого года закончится испытание лекарства у мужчин И если все пройдет гладко, два укола в год будет достаточно для полной профилактики вируса иммунодефицита Да, при этом сейчас одна инъекция стоит 21 125 долларов Но ученые надеются, что решат вопрос цены Но я думаю, конечно, если вдруг действительно совершится то, что они этот препарат изобрели и все это подтвердится То, во-первых, и конкуренты тут же подтянутся И начнется история, да, вот эта вот Два, я думаю, что некоторые государства подтянутся И на государственном уровне будут закупать этот препарат Независимо от цены А чем больше он будет производиться, тем, соответственно, ниже будет себестоимость конечной продукции Хотелось бы, конечно Ну что же, сделаем первую музыкальную остановочку в эфир Я даже не знаю, наверное, не стоит представлять эту композицию Все ее узнают Зададим ритм сегодняшнего утра Нам тут написали Из химических братьев, спасибо От всего коллектива завода Северной Каролины Танцуем Спасибо вам, что вы с нами Да, и круто, когда на заводе можно танцевать Это же прекрасно Когда-нибудь также ждем Продиджи Мы тут обсуждаем вкратце Первый час пятницы Вот ребята предложили коллеге Говорят, что в целый час Продиджи Татьяна верно заметила Тогда можно будет включить и уйти просто из студии Ну да Да, но это будет слишком, наверное, жестоко Если первый час пятницы, весь час мы будем служить Продиджи Там есть что послушать А насколько это жестоко, напишите на плюс 7976333 Это будет жестоко, конечно же Ну ладно, продолжим с новостями Опять же, отталкиваясь от их обсуждений Которые происходят в этой студии Во время, когда вот эта красная лампочка гаснет И мы уходим из радиоэфира Остаемся только в эфире нашего ютуб-канала Тут Роман пожаловался, что у него воды горячей нет Так вот тебе И он побриться не может, и страдает А на самом деле страдать-то не надо, Ром Конечно Так, и что же нас ждет? Мужчины с бородой самые верные и привлекательные К этому пришли ученые, к такому выводу Вот, оказалось, что бородатые... Британские опять Ну все, а кто ж ты думал-то, а? Бородатые мужики более предрасположены к долгосрочным отношениям, чем бритые Выводы сделаны по опросам более четырех сотен мужчин Большинство, кто говорил о семье, как раз-таки оказались бородачами Да, главную роль имеет вид растительности, считают исследователи Один вид делает из мужчины, так скажем, альфа-самца А другой, такого мейнстримного мальчика Так вот, для идеальной бороды советуют сходить в барбершоп при этом Конечно Чтобы подобрать ту, которая вам подходит Да, конечно, конечный пункт это противостояние альфа-самцов и мужчин-грызунов Помните такие мы обсуждали? Мужчины-грызуны, а? Да, сейчас это модно Да, вторая имеет популярность у женщин из-за тенденции Стюарт Литтлов Которые отнесли Тимоти Шалами, Джереми Алина Уайта и других Тимоти Шаламе, наверное, правильно? Шаламе, да Шаламе, правильно будет Ну, конечно же, окончательный выбор за женским сердцем Говорят, что люди, грызуны, потеряют актуальность скоро Вот бородачи у нас Бородачи, у меня есть знакомая Борода, привет тебе Да бородачи, мне кажется, уже давно в тренде Практически все время, да А у нас так людей с бородами все больше и больше становится каждый день на улице Это мы к традиционным ценностям вернулись Это все, вот Петр нас увел в другую сторону Нехороший такой человек Ездил в Европу Да, да, привез своих разлагающихся ценностей Борить бороды, айчка, вообще кошмар вообще Какие были у бояр бороды? Вот и скреп Кстати, тут, ты знаешь, надо еще посмотреть Порыться в историях, обратиться к господину Мединского Может, он найдет и скажет, что это было как раз таки Тлетворное временное западное влияние В результате первого испытания чипов на Петре Первом Возможно, западных Вообще, может быть, его там подменили Мы же не знаем наверняка Вот уехал, а вернулся-то кто? Клонировали Сколько фильмов, комедии в том числе По этому поводу было отыграно Как клонировали президентов Или тех же самых царей Так что, Ром, не брейся Точнее, надо бороду отращивать, все Тебе жена даже скажет Скажет, Наташа, вот ты знаешь, вот все Я отращиваю бороду Это подтверждение того, что я самый верный муж на планете А мне кажется, на самом деле, это лукавый опрос Потому что самые верные и привлекательные То есть семьянины сразу Но естественно, что мужчина, который уже женат Он может отрастить бороду, ему уже все равно В общем, да И его жене, наверное, тоже Слушай, вот если, по-моему, что мои супруги любят, она борода Так, наверное, скажешь, да ни в коем случае вообще Вот есть же женщины, которые, в принципе, не любят бороду У меня жена так и говорит Я не могу целоваться с щеткой С щеткой, да? Нет, ты потом, понимаешь, после определенной длины Оно, наверное, смягчается Возможно Можно еще масло для усов использовать Сейчас же кучу всего продают Целый косметический набор, да Всякие там бальзамчики Чего-то нет Я отращусь все такие же, как у Павла Дубравского Вот, я только вспомнил Где же Паша Дубравский всего замечательного И буду сидеть в эфире и накручивать Слушай, это еще и хорошая, так сказать, ментальная практика Потому что когда ты вот делаешь что-то пальцами Релакс такой, да? Это стимулирует работу мозга Ладно, давайте продолжим с новостями Страшная новость пришла из Италии Сразу две, я бы сказал Во-первых, на Сицилии абсолютно пересохло Олиц озера Пергуза Богатая достаточно история Теперь его нет Это абсолютная пустыня Вот опять же вспоминается наш с тобой разговор по климату Да Вот яркий пример того, что происходит Но при этом в северной части Италии Все ровно наоборот Там не пересыхают, там пересыхают скорее туристов Венеция планирует увеличить налог После успешного эксперимента с платой для дневных посетителей Который длился 29 дней Он весь июль проходил И принес городу 2,2 миллиона евро Власти решили продолжить эту практику Но они, правда, подчеркивают Что повышение платы, конечно же, не связано с финансовой мотивацией Да, с 2025 года входные сборы будут взиматься регулярно А количество дней, когда требуется регистрация, оплата увеличится Также планируется ограничить доступ в исторический центр города Плата за посещение его возрастет с 5 до 10 евро Ну, стоит отметить, в самой Венеции живет менее 50 тысяч человек Просто, чтобы определить, 50 тысяч человек Ну, районный центр примерно Ну, да А посещает его 15 миллионов туристов 15 миллионов! Там местного жителя ты днем с огнем не сыщешь Ну, просто там можно с факелом ходить, ты местный, нет Просто не существует Это одно из самых популярных туристических направлений в мире Похоже Ну, да, в общем, как в Москве, согласен с тобой, конечно Ладно, едем дальше Тут в Крыму пожар был на днях, знаете, да? Мы... Только я было подумал, что опять очередное, так сказать, вот деяние погоды Я бы такой... Так нет! Это человеческое деяние Мужик просто болгаркой металл резал и 30 гектар проджег от болгарочки Да, ну, потому что отыскоро загорелась трава, как это часто бывает Мужчина пытался потушить ее сам, но пожар распространился дальше Под Коктебелем 50-летний житель Крыма Красавчик! Молодец! А вот то, что у нас недавно, кстати, тоже в Краснодарском крае, по-моему, в Бухтинал тоже там случился пожар И там говорили, что это тоже все произошло от очень умненьких, в кавычках, туристов Которые запустили, по-моему, сигнальную вот эту вот петарду И тоже подожгли траву И все это быстро, моментально вспыхнуло Нет ума, считай, калека Нет ума, считай, калека Да, Рома, а вот тебе Константин, кстати, советует никого не слушать И говорит, лучше с бритым лицом, чем с крошками в бороде Вот! Тоже верно Слушай, крошки в усах и бороде так отвратительно Да, это ужасно Константин ерунды не скажет, вот я согласен с ним полностью, потому что у меня как бы темное лицо, скажем, ну, это смуглое И еще очень черные волосы И еще когда брови очень сильно густые, а еще борода Густые там, может кто-то поселится, да? Очень все немножко страшно, как мне кажется выглядит Поэтому я не привержен отращиванию вот этих принадлежностей Ну ладно, продолжим с новостями В Пермском крае провели конкурс пометания коровьих лепешек А у них, по-моему, это национальная какая-то забава Каждый год проводят, второй год всего Желающих пометать засохший навоз становится все больше Уже открыта бровь билетов на следующий год Билеты продают на метание навоза Стоимость участия, на секундочку, начинается с отметки 4300 рублей Для того человека Мне только вот интересно А навоз в указанную сумму входит или с собой приносить? Да, с собой надо приносить Вот, ты как, за 4300 это с собой? Нет, слушай, наверное, все-таки там он какой-то местный навоз Потому что, сам подумай, если все будут со своим приносить А вдруг там люди его как-то утяжелят Подмешают Как-то модернизируют, чтобы металось дальше Аэродинамические свойства коровьей лепехи Он лучше, так сказать, нарежет, крылышки приделывает Ну, мало ли, знаешь, кто чего придумает Да, мне интересно было посмотреть на рекорд, честно сказать Почему не сообщать никогда результаты соревнований? Первое место Какашка полетела на расстояние в 44 метра, к примеру Ну, что-нибудь такое А как называется, интересно, такой спортсмен? Метать И снова предлагаю ваши варианты, друзья Не надо, не надо На плюс 70 Вот тут спрашивают свежий Роман Роман спрашивает, свежий или сухой метают Ну, судя по видео, все-таки сухой Ну, да, надеюсь, по крайней мере, что сухой, понимаешь? Ой, какой кошмар Ладно, давайте к другим новостям немножко посерьезнее Интеллект ребенка, оказывается, передается от мамы Таковы результаты исследований В хромосоме закодирована информация об обственных способностях человека Да, и получается, что женщина передает ребенку две такие хромосомы, а мужчина всего одну От отца, то есть передается эмоциональность, а от матери интеллект Ох, не знаю Честно сказать, вот пора поговорить с генетиками по этому поводу Потому что, ну, посмотрите даже на семьи Где-то, допустим, ребенок копия отец Где-то копия мать Да, как визуально Но причем, вот я еще наблюдаю иногда Визуально копия, допустим, один родитель А характером абсолютно другой родитель Речь об интеллекте, Андрей Ну, вот я говорю характером, и в том числе Но интеллект, он все равно же закаливается, так сказать, там, книжками, обучением Мне кажется, просто в Израиле что-то знали давно-давно И никому не рассказали Там же передается по материнской линии, как бы считается, да? А, вот оно в чем дело Может быть, неспроста это все, да То есть доказывают, что именно по материнской линии нужно всегда следить Возможно Не знаю, конечно Зато тут получается подтверждение вот этой вот фразочки Характер у тебя весь в отца Вот этот вот Эмоциональность от отца получилась Да Ладно, при этом из охраны Трампа исчезли все женщины Вот так вот По повестке изменения Вообще, кстати, становится очень забавным американским трендом Мы помним с Павлом Дубравским Когда обсуждали ситуацию вокруг той же самой компании Boeing Да, вот эту тему инклюзивности, которую сейчас наблюдают Смотри, сразу несколько новостей Во-первых, из охраны Трампа исчезли все женщины Соответственно, там в американском конгрессе в свое время Рекомендовано было иметь более 50% женщин-охранников Вот они когда принимают такие идеи, они чем думают вообще? 50% женщин-охранников ты должен иметь А если их нет? Ну, они соблюдают определенную концепцию Феминизмом Да, со всеми остальными вот этими вот Инклюзивными и всякими вот расовыми правилами Которые сейчас во многих корпорациях действуют Пожалуйста, Microsoft в полном составе сократил отдел инклюзивности, равноправия и равенства У них такое существовало, вот денег-то не было никуда тратить Да, при этом глава подразделения сказал, что Microsoft больше не считает равноправие, равенство и инклюзивность критически важными Как это было в 20-м году Быстро закончилось? Конечно Илон Маск после того, как в Калифорнии губернатор подписал закон о детской трансгерности Фу, даже говорить противно Простите, президент запрещенном на территории Российской Федерации Так Илон Маск теперь полностью переводит всю свою компанию в Техас В штат с традиционными ценностями Он сказал, что, значит, из Хоторна они переедут на площадку Старба из Техаси Соцсеть, его X, полностью переведется в город Остин Ну, это тоже фактически не гласная столица, ну, гласная столица Техаса Вот так вот Ну да, и он, собственно, объяснил, что около года назад он дал ясно понять губернатору Что законы такого рода заставят семьи и компании покинуть Калифорнию, чтобы защитить своих детей И вот, собственно, примером показал, что, как бы, его такое не устраивает Ну, это вам и результат Ну, в Техасе-то точно такие законы не примут Там это опасно для жизни Но ведь это наносит серьезный удар по экономике Калифорнии Я буквально вчера, ты не поверишь, вот случайным образом мне попалось на глаза сравнение Экономики Калифорнии и экономики Японии как таковой Дело в том, что Калифорния и Япония сопоставимы по своим размерам Ну, в Японии живет существенно больше Население, там около 140 или даже 80 миллионов живет В Калифорнии живет существенно меньше Но по валовому внутреннему продукту Калифорния даже на душу, на одного человека Калифорния опережает Японию В Японии сейчас это пока составляет около 15 тысяч долларов на одного человека В Калифорнии 19 с лишним Если такие большие компании, как SpaceX или тот же самый X Начнут покидать То есть силиконовая долина возьмется и съедет, да? Представляешь, что оттуда Microsoft и Google уедет И что тогда будет с той же самой Калифорнией? Конечно же, они должны подумать Прежде чем принимать подобного рода решения А в компаниях, судя по всему, это начался большой тренд Посмотри, в Boeing сейчас будет, скорее всего, разбираться И там будет очень серьезная чистка кадров проходить Потому что, когда выяснили, что именно в результате вот этой вот инклюзивности, равноправия Они там брали непонятно кого на работу И у них двери отваливаются потом на самолетах Потому что никто из этих кремель крутить ничего не может Ну вот сейчас, как будто это начинает постепенно откатываться назад И более того, ведь этому будет способствовать кто? Дональд Наштрам Если он станет следующим президентом Он наверняка, в отличие от Байдена Вот этот тренд отката И возвращение к традиционным ценностям Если тем более он почувствует Что эту лошадку можно оседлать Ему главное вот это вот дуновение уловить Да, ему только вот эту вошь Что называется И он эту лошадь тут же направит туда, куда нужно Бизнес новости под серебряным дождем Это утро под серебряным дождем И плюс 79037976333 Его координаты Ну что, о чем продолжим? Тут есть у нас, конечно же, информация по поводу утиль сбора Ох Держитесь, конечно Да Значит, утверждено это С 1 октября повышается утиль сбор на автотехнику на 70,85% А что же сразу не на 250-то, простите? Не на 250 будет тоже Значит, смотрите Как ставка утиль сбора для ввозимых, нелокализованных в России автомобилей вырастет Двигатели на 1-2 литра с 300 тысяч до 556 тысяч В 2025-м 667 уже вдвое Да, двигатели на 2-3 литра до 1,563 тысяч рублей В 2025-м году это будет стоить 1875 Ну, миллион, да, 1875 Ну, миллион, ой, да, простите Двигатели 3-3,5 литра будут, значит, 1,8 миллиона, фактически В 2025-м будет уже 2 миллиона, 150 И двигатели свыше 3,5 литров до 2,284 тысяч рублей сейчас И в 2025-м году до 2,742 тысяч рублей Да Ну, вообще сообщается, конечно, что утиль сбор не затронет физических лиц Которые самостоятельно ввозят автомобиль в Россию с двигателем до 3 литров для личного использования То есть, стоит сделать оговорку, вы можете это сделать 1 раз в 12 месяцев Если вы реализуете этот автомобиль менее, чем через 12 месяцев с момента ввоза Вы должны будете доплатить утиль сационный сбор до коммерческого уровня Разница существенна Сейчас утиль сационный сбор для физических лиц составляет от 3,400 до 5,200 рублей Я тут не ошибся, это не миллион, а именно 5,200 Ну, вы представляете, если вдруг вам придется доплатить 1,563,000 к 5,000 рублей Это будет существенное удорожение Как бы то ни было Мой личный совет Сейчас, если у вас есть возможность, привезите себе машину из-за рубежа Вот честно Вот я бы, ей-богу, была бы у меня возможность Я бы сейчас еще одну машину притащил бы Просто поставил бы ее до 1 октября Ну, просто на стояночку растоможил бы И поставил бы на стояночку А после 1 октября сразу бы 1500 дороже бы ее продал Моментально Вот просто моментально Это очень хорошая схема Очень хорошая схема Вот посмотри, у нас существенно Средневзвешенная цена автомобиля по итогам 6 месяцев У нас достигла отметки в 3,200,000 рублей Это кошмар Рекорд был поставлен в ноябре 2023 года Тогда средневзвешенная цена нового автомобиля в России Превысила отметку в 4,000,000 рублей Я не буду вам говорить про те ролики, которые сейчас заводнили Наполонили просто интернет, заполонили его С качеством нашего замечательного китайского автопрома Когда люди говорят, я купил эту машину за 3,600,000, пошел дождь и он уйдет у меня внутри В лучших традициях Сальвадора Дали в буквальном смысле Да, вот я и тоже хотела сказать о том, что еще какого качества главная эта машина Ладно бы это были какие-то шикарные немецкие, да, вот эти вот японские хотя бы автомобили Конечно, но мы должны с тобой понимать, Танюш, мы для Китая вообще в целом испытательный полигон Китай активно сейчас выходит на рынки Соединенных Штатов Америки и Европы Где им оттачивать свои автомобили, куда девать то, что не очень хорошо по качеству Ну, конечно же, в Россию Потому что мы для них сейчас, они говорят, ой, слушай, как классно 140 миллионов человек остались без машин 140, ну, не знаю, сколько, 140 миллионов нашей живет Без автопрома остались вообще Да, ну, есть Лада Искра, конечно, да Да, Иску придумали, да, за ним Грант, конечно, да Но она не способна удовлетворить весь спрос Поэтому что сделать? Так думают китайцы Так думают китайцы И тут еще господин Соколов из того же самого Автоваза говорит Слушайте, мы не можем конкурировать с китайцами Вы, которые собираете сейчас Тига 7 Pro Max Переименуете в X-Site, Ладу X-Site И будете производить на заводе Nissan в Санкт-Петербурге Вы говорите, что вы не можете конкурировать с китайцами Нужно повышать утилизационный сбор Ребят, у вас вообще экономика в голове как-то выстроена Но в нормальных странах есть такая штука под названием конкуренция Она способствует тому, что цены находятся на удовлетворимом уровне Ну понимаете как? Когда ты приходишь в салон Не тебе диктуют цену А ты все-таки выбираешь автомобиль Они тебе говорят, что вот это будешь покупать Вот это и бери, все А больше у нас ничего для тебя нет Понимаете, какая штука? А у нас рынок перевернулся после пандемии И сейчас вот этот тренд, к сожалению, был еще больше подхвачен У нас рынок абсолютный продавца И самое главное, что государство это стимулирует Повышением утилизационного сбора Ну смотрите сами, ну 2-3 литра Ну хорошо, 1-2 литра, самый популярный Ну если вдвое у вас вырастает утилизационный сбор Это скажется как на первичном, так и на вторичном рынке Я, мой личный прогноз, что до конца этого года Машины новые подорожают процентов на 10, на 15 Поддержанные подорожают процентов на 20, на 30 Причем я смотрел недавнюю статистику Она еще и показательна тем, что объем вторичного рынка продолжает расти То есть, чтобы вы понимали, если новых автомобилей у нас было продано около 100, по-моему Около 100, что ли, тысяч Или 120, по-моему, в месяц То объем рынка поддержанных автомобилей уже достигает 600 тысяч автомобилей в месяц Да, то есть оборот его просто огромен Народ продолжает возить автомобили Я их прекрасно понимаю Потому что, ну уж лучше сейчас ввести себе 3-4-летнюю, там, 5-летнюю иномарку из Германии Или из Кореи, или из Японии Да, ну то есть что-нибудь японского, корейского или немецкого производства И четко понимать, что это еще и неплохое инвестиционное вложение Потому что буквально, вот мы знаем, с 1 октября сразу повысятся все цены Потом, это же полномерное повышение с 1 января, а следующее повышение В 2025 году еще будет большее повышение И автомобили станут абсолютно недоступными А если мы еще и проанализируем то, что у нас происходит со ставкой Ну, для этого сегодня, кстати, стоит подключиться К Виктору Набытову и Евгению Надошину Потому что они сегодня будут обсуждать в том числе Прогноз по ключевой ставке рефинансирования И деньги становятся еще и еще дороже То можно себе представить Мы по ипотеке с тобой говорили Ставка 19,5% Там ежемесячный платеж за квартиру в Москве составил 300 тысяч рублей почти Сколько нужно зарабатывать А по машинам будет то же самое То же самое Вот самое интересное Интересные времена, я скажу У меня такое ощущение, что мы их уже проходили Вот нам пишите В США китайских машин нет совсем Самые популярные Тойоты, Хонды, Теслы, Форды и Шврали Конечно Тесла запустила акцию За 40 долларов в месяц можно взять новое авто в аренду и ездить После 20 тысяч миль меняют на новый Работники в Макдональдсе ездят на новых Тесла Вы понимаете, я сейчас озвучиваю эту информацию в России Да, это потому что, знаешь, во всем мире автомобили Это средство передвижения А у нас это предмет какой-то роскоши практически Конечно И все вот, кто сейчас пересаживается на все эти китайские автопромы Ну, слушайте, господа, ну вы подумайте, что будет через несколько лет Вот знаете, как вот сейчас Ли Очень популярен Это бренд у нас серебряный, как бы официально не представлен С серебряным дождем рекламы не имеют Сейчас вот все рекламируют Это один из ярких просто примеров Гибрид с рекордным запасом хода 1200 километров на одной заправке Да, но только почему-то никто забывает сообщить Что если вы постоянно будете ездить в режиме бензинового мотора То машина сдохнет через 20 тысяч километров Она просто умрет Если вы не будете подзаряжать батареи Вот именно способом зарядки Потому что этот моторчик, который стоит у него на борту Он не рассчитан на то, чтобы постоянно работать в режиме генератора То есть он, да, генератор на борту Но он рассчитан именно на те ситуации, когда вы не смогли подзарядить автомобиль И вот вам надо куда-то доехать Но если вы постоянно будете его эксплуатировать именно в режиме гибрида Он умрет Просто через год, через два Посмотрите одного из блогеров Который в кругосветку на нем отправился 3000 километров и все В Индии его, короче, похоронили Эту машину А, слава богу Нет, он живой Потому что в Индии Он столкнулся в Индии с тем, что у него машина сломалась Мотор сломался А как его ремонтировать-то? Никак Ну да, все А запчастей-то у него нет Ну вот прав Денис, который нам пишет Что китайские машины не такие плохие Если бы они стоили так же, как у себя на родине Это как с любым китайским товаром Когда ты понимаешь, что вот я себе покупаю, допустим Телефон экстренно сейчас, да Ну вот на два года мне его там хватит, допустим По этой цене Ну все Сочетается все хорошо А тут получается ты переплачиваешь просто в два, в три раза За вот эту вот безделушку, которая там прослужит тебе Не знаю, дай бог года тоже три Как телефон примерно А она так и прослужит, Тань Мы забываем еще одну кардинальную вещь Вот просто глобальную вещь В Китае фискальная политика государства устроена таким образом Что владеть автомобилем больше трех лет, как в Японии Невыгодно Там сделано все для того, чтобы ты взял машину Три года поездил, отдал ее дилерам, взял новую Именно поэтому китайская автопром обновляется каждый год И эти машины, которые мы здесь покупаем за три миллиона Там стоит миллион в трое дешевле Ты абсолютно права И отношение там к автомобилю, именно как к смартфону Ты абсолютно верно заметил Ты купила его на два года Ты знаешь, что он больше двух лет не прослужит На два года он будет верой и правой Взял и выкинула Ну ты по цене по такому покупаешь, что тебе не жалко Да, но смартфон-то стоит, так скажем, условно говоря Десять тысяч рублей, а не пять миллионов Потому что, извините меня, пять миллионов Просто так через два-три года выкинуть как-то, ну, как-то дороговато Вот и нам предлагают Правильно, потому что тот подход, который исповедует китайский автопром В этом и заключается Машина должна меняться три года Если вот, почему-то я не знаю, кстати, продолжает это публиковать или нет Но вот раньше у одного из китайских производителей Прямо открываешь руководство по эксплуатации Это последняя страница Там, где гарантийные обязательства И в конце гарантийных обязательств было написано Срок службы транспортного средства составляет там пять или семь лет Или сто пятьдесят, там, двести тысяч конкретных Они честно об этом писали? Все, вот это срок службы этого автомобиля Это, а мы с нашим менталитетом Мы как, мы машину на 10 лет покупаем? Мы еще по поколениям будем продавать Мы знаем, что это актив, который мы перепродадим потом Да, потом, знаешь, как в сериале «Лада Голд» Дедушка завещает свой автомобиль в гараже своему внуку И тот будет счастлив, потому что у него через 30 лет тоже не будет возможности купить машину Забудьте Вот если мы перешли на американский принцип Когда 90% новых автомобилей не приобретается, а берется в лизинг Как с Теслой Ты платишь 40 долларов в месяц И на тебе новенькая Тесла 40 долларов в месяц Даже на наших деньгах Вот смотри, вот тебе сейчас предложили 4 тысячи рублей И тебе новенькая Тесла езди Да вообще класс Ты бы сказал, да блин, можно два? Сколько у нас каршеринг сейчас, интересно, стоит вот так вот, если сравнить, да? Мне кажется, каршеринг... Ну, аренда точно автомобиля у нас сильно дороже Рон, сколько ты в месяц платишь за каршеринг? В месяц? Примерно Ты не подсчитывал, да, сколько уходит? По-моему, тысячи три-четыре, если не ошибаюсь Это в месяц? Я езжу пять на два То есть пять дней в неделю по утрам? Пять дней в неделю, но по утрам мы еще за ребенком езжу в сад, потом с ребенком еду к логопеду на занятия Ну, как это такие, да? Ну, смотри Те же самые День примерно по 600 рублей, посчитайте Ну, вот в день 600 рублей Ну, примерно Ну, даже если 24 дня, это, ну да, грубо говоря Ну, вот и получается А тут у тебя машина твоя Своя практически Своя Тебе не нужно еще искать, бронировать Вот она, вот она стоит под дому Более того, ее эксплуатация, это же электричка Ее заправлять не надо Электричка существенно дешевле Взял, заткнул ее там ночью, поставил ее на зарядку Вот тебе, пожалуйста Я уже не буду говорить про различные продвинутые системы, которые в той же самой Америке Когда у тебя автомобиль заменяет электросеть Когда включаешь к себе домой И вот когда у тебя электричество дорогое, ты живешь от электромобиля Когда электричество после полуночи становится дешевым, электромобиль заряжается и все Ты еще экономишь на счетах на электричество Вот это факт Это то, что происходит Ладно, заболтались мы Ну, собственно говоря, моя любимая тема Плюс 79037976333 координаты прямого эфира После небольшого перерыва напомним о нашем замечательном проекте, как я провел лето И прочтем несколько ваших СМС-сообщений Это утро под серебряным дождем И плюс 79037976333 его координаты Ну, тут пишите нам по поводу расчета Конечно, получается, там, если вы до 600, ну, то и махнул действительно ровно Там 12 тысяч получится В любом случае в месяц Ну, как бы то ни было, это существенно больше Чем те расходы, которые... К сожалению, да, ни одно приложение из четырех, которых я использую Не пишет, сколько ты суммарно тратишь за месяц Я пытался вручную посчитать, но, естественно, я через 2-3 дня уже сдулся, скажем так, подсчет Ну, да, она вот прислала Максиму Считали лизинг в Испании на Теслу 15 тысяч, получается, первоначальный В месяц 400 евро и выкупная стоимость 10 тысяч Ну, надо бы уточнить, Максим, только на какой срок договора лизинга Наверное, здесь на 36 месяцев имеется в виду стандартный, самый распространенный срок на 3 года Ну, вот тоже смотри, у тебя все четко-то понимаешь Сколько тебе обойдется машина, да, ты будешь и жмешь Но обслуживание Теслы, там ничего, обслуживать-то Принять электромобили, масла нет, особо менять ничего не надо Была бы инфраструктура для этого обслуживания, да, это тут самое главное Вот у нас, например, невыгодно, мне кажется, Теслу арендовать Если бы даже была такая возможность Ну, если ты в Москве живешь более-менее, но и то И не выезжаешь за МКАД Да, и если ты живешь в Москве, в том районе, где более-менее распространены заправки Зарядки, в смысле Я вот знаю, у нас, по-моему, тут рядом вот есть одна зарядка Чем ближе к центру, тем и больше Ну, да А если у тебя какой-нибудь спальный район, то там может быть одна зарядка на улицу В лучшем случае, понимаешь Помесячная аренда Яндекс, вот, нам пишут, как подменка Платит сервис 100 тысяч рублей в месяц Но это, правда, за Ауди Как раз таки платит Да, 36 месяцев, уточняет, так оно Так оно и есть Может таксопарк открыть с машинами Тесла У нас постоянный слушатель Константин Да, за такие деньги, если 40 долларов в месяц за использование То может таксопарк Представляете, какая норма прибыли бы, Кость Это же чертовски Выгодно Ладно, буквально через несколько минут мы будем рады приветствовать в нашей студии Романа Базунова, врача-сомнолога, доктора медицинских наук Профессора и заслуженного врача Российской Федерации Поговорим о том, как мы спим Умеем ли мы это делать? Да, если какие-то проблемы у вас есть со сном Я думаю, можете задавать уже свои вопросы Мы сейчас обязательно с экспертом всех обсудим Но прежде, конечно же, напомним о нашем замечательном, я считаю, проекте Как я провел лето Напишите нам, где вы сейчас находитесь Где вы проводите лето, где вы проводите ваш отпуск Большую его часть На грядке, на берегу моря На берегу реки А может быть у какого-то пруда Да, если вам лень Попросите своих детей, чтобы они отправили нам открытки Просто купите им красивую открытку Попросите их написать нам пару строк Мы обязательно зачитаем это в эфире Я думаю, всем будет приятно Более того, давай так, наверное, сделаем наглым образом На открытки, написанные детским почерком Будут в первую очередь Конечно Потому что это мы ценим Именно если ребенок ваш Чужой не надо все-таки Чужой не заставляйте Не заставляйте чужого Значит, пусть он напишет нам открытку Пришлите Это, может быть, открытка Стало место, где вы отдыхаете Если вдруг В том месте, где есть сувенирный магазин Еще такие подобного рода открытки продаются В ящичке, где можно сразу отправить открытки Но самое главное Что она должна прийти физически Как вот открытки, как письма приходят Я, кстати, видел сегодня в редакторской Там уже немалое количество Так сказать, сообщений накопилось Мы потихонечку все это дело разбираем Ну, ближе к сентябрю, да Будем уже это начинать как-то озвучивать А пока еще собираем Когда мы будем итоги подойдет? Где-то в сентябре, наверное Мы в сентябре, да, еще надо учитывать все-таки почту России Потому что август, допустим, закончится Пока еще все остальное до нас дойдет Наступит уже октябрь, наверное Ну, я думаю, что да Надо месяц точно заложить, сентябрь На остатки летних открыток Потому что наверняка они могут до четырех недель идти И в октябре тогда подведем как раз-таки итоги Самые лучшие открытки Мы, конечно же, покажем в нашей трансляции Более того Мы их зафиксируем и для нашего телеграм-канала Наверняка они там будут Ну, я надеюсь, да Конечно же, они будут все выложены и на дзене серебряного дождя Потому что там этот конкурс также будет освещаться Но уж на сайте гарантированно Потому что если вы хотите узнать подробности Если вы хотите узнать почтовый адрес нашей радиостанции Куда отправлять То вам как раз-таки надо зайти на silver.ru Там большой красивый баннер С описанием этого проекта И самое главное С точным почтовым адресом Если вы еще забыли, что таковые существуют Кроме электронных адресов Там нет значка add Там почтовый адрес с указанием Индекс, не забывайте Это тоже штука, которая до сих пор работает В этой стране Заполняйте открытку Вы можете даже фотографию присылать Если вы фотографию оборудуете как открытку И туда будет, куда наклеить марку Ту же самую И та самая почта России примет ее Да, если вдруг не можете на нашем сайте найти Этот прекрасный большой баннер То зайдите, пожалуйста, в раздел события Там все найдете Конечно, естественно Вот нас тут сразу спрашивают А как насчет бандероли и посылок? Все принимается Но открытки в первую очередь нам нужны Но все-таки мы ориентированы на открытки Нежели на коробки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok